С наступлением последнего летнего месяца в оленеводческих хозяйствах Ненинского округа начались празднования Дня Оленя. Это особенный праздник для всех причастных к традиционному виду деятельности. Побывала на одном из мероприятий в СПК Индига и наша съемочная группа. Все подробности далее. Это Тиманская тундра. Место силы, где живут смелые люди, преданные своим корням и делу, которым они занимаются. Быт их непрост. И вся жизнь посвящена рогатым красавцам. Точнее олень и есть их жизнь. И каждый год с начала августа они празднуют свой день, потому что заслужили. Среди тундровых просторов разносятся песни и звон упряжек. Две лучшие оленеводческие бригады СПК Индига собрались, чтобы встретить гостей и отпраздновать главный день в году. Свой профессиональный праздник. Дорогие оленеводы, дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем Оленя. Ведь это самый главный праздник в нашем округе. И это праздник не только тех, кто живет на оленной земле, детей тундры. Это праздник всех его жителей. Вот если посмотреть на гербы поселений Ненинского округа, практически на каждом гербе есть северный красавец – олень. Кроме выступления гостей и концертных номеров, в обязательной программе – гонки на упряжках и метания тензея. Вековые традиции оленеводы чтут. Признаются украдкой, что раньше праздник проходил веселее, съезжалось больше народа, больше молодежи было. Но и сейчас взбудоражить дух соперничества работники 1-й и 5-й бригад Рады. Отдых и развлечение для оленеводов – событие нечастое. Эти люди работают без выходных, в любое время года, в жару или метель. Но, несмотря на отдаленность, их труд не остается незамеченным. Так, два опытных оленевода – Алексей Литков и Олег Терентьев – получили удостоверение и почетные награды «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Удостойны почетных грамот и другие оленеводы, в том числе самые молодые. Их в кооперативе немало. В основном холостые ребята. Это наша проблема. Девчонок нету, которые могли бы жить и работать в тундре. Все находятся где-то далеко. Нам надо их искать, для того, чтобы могли ребята жить в тундре и работать. Чтобы это было, еще раз повторюсь, чтобы не работа была, а образ жизни. Чтобы они жили здесь семьями. Тогда оленеводство, оно будет подниматься. Роману Панькову 23 года. Он успел пожить в городе, но каждый раз его тянуло обратно в каменную тундру. Потомственный оленевод мудр не по годам. Говорит, что тундра – это как хорошая привычка, от которой невозможно избавиться. И все бы ничего, но уже пора заводить семью. А девушкам в наше время милее комфорт, не свойственный кочевой жизни. Как бы мы же сейчас у нас смены, да, выпас или нет, да. Ну, конечно, вот месяц отработал, уже все, хочется уже домой, да. Как бы, ну, семью свою повидать, да, маму, там, племянников, да. Ну, как бы все равно скучаешь. Но когда семья вот здесь с собой, это, конечно, легче будет. Как бы и в деревне уже, как бы, ну, уже смысла уже будет, не будет. Ну, только за продуктами. А так, когда семья-то здесь, что, в стадии одежурил, ты знаешь, у тебя семья тут, приехал, все. В чем отдохнул с семьей, все. Ну, как бы, конечно, ну, как бы семью нас. Олег Терентьев вырос в тундре. Некоторое время жил в Архангельске, но ночами ему снилось море. И зов сердца привел его обратно домой. Вот уже 20 лет он трудится бригадиром. Считает, что жить в тундре может только тот, кто здесь родился. А деревенским и городским не осилить этого образа жизни. Главное, что работа есть. Да и так, Олег. Ну, как-то вот в деревне, вот, и не воспринимаешь его так особо. А в тундре-то и все равно за ними следишь. Вместе живем. Сейчас в СПК Индика около 7 тысяч голов оленей. Работают четыре бригады. Хозяйство развивается, но чтобы достичь желаемых результатов, нужна смена. Молодые люди, всей душой желающие продолжать великое дело своих предков. В оленеводстве, наверное, тяжело. Вот для такого стороннего человека, кто придет работать, это будет тяжело. Мы как-то, мы с детства, мы, ну, привычные, как бы. Вот к таким погодным условиям мы привычные. От такой погодой осенью учатся. Еще грибы, олени бегают, как бы, да. Ну, тяжеловато, конечно, бывает, да, когда там весь сырой, там, да, ну, это понятно, конечно. Ну, ничего, потом обогрелся, и все, опять в бой. Добавлю, мероприятие культурной и спортивной программы «День оленя», организованной администрацией Нинецкого округа в рамках форума «Эко Арктика-2020» при спонсорской поддержке общества с ограниченной ответственностью «РН Шельф Арктика» дочернего общества компании «Роснефть». Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».